Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом, шалом из Иерусалима, как говорится из Сиона, выйдет Тора, и два Рашем Иерушалаем, это еще было известно, ого, когда, так, все собираемся, я как раз сейчас узнал, узнал, почему Иерусалим называется Иерусалим, Иерушалаем, Иерушалаем, очень интересно, я в этот шаббат узнал, что Иерушалаем, это назывался город Шалем, Шалем, его назвал Шалем Шем сын Ноаха, он был здесь малкицедок, он был здесь коин, коин для Эль-Ильон, еще когда Авраам Авину, он только проходил испытания уже здесь, в этом месте, Шем сын Ноаха, он был коином и приносил жертвы к Эль-Ильон, высший бог, это дословно переводится, высший бог, создатель Кунышамаем Варец, который создатель небес и земли, то есть это бог, бог над всем мирозданием, который все создал и всем управляет. И Авраам пришел сюда, значит, и он написано прямо в Торе, что он принес тогда Маосер, дал малкицедоку 10% от того, что он победил в войне и забрал у царей, он отдал малкицедоку, принес как бы жертву богу Всевышнему Маосер. А потом, когда ему бог его испытывал, и бог ему сказал, сказал принеси в жертву своего сына Ицхака, и Авраам Авину пошел выполнять этот приказ, и он пришел на Арамурия, это тоже было в этом месте, он сказал, что Ираэ Ашем, здесь бог показался, проявил себя бог здесь, и здесь будут всегда приносить ему жертвы. И вместе это соединение двух названий, Ире, то есть будет виден здесь бог, здесь бог проявится, и Шалем, Шалем это слово, от слова Шалом, это слово, которое Шлемут, это совершенство, то есть это место, где вот как раз соединяется духовный материальный мир, и вместе это Иру Шалем, это два соединилось названия, то, как его называл Шем Сын Ноаха, и то, как его назвал Авраам Авину, про отец Авраам, вместе получилось Иру Шалем, так я вот, я вчера узнал. Хорошо, а сейчас мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, в этом городе царь Соломон Шлом Амелок построил первый Иерусалимский храм, и он, когда построил этот храм, он собирал народ, он еще назывался, вот царь Шломо было имя Коэлит, Коэлит, это он собирал народ и выступал публично, то есть прямо он рассказывал, еще второе название, Коэлит, он собирал знания, и вот царь Соломон, он собирал знания, собирал народ и соединял это все в единое целое, вот мы сейчас изучаем Мишлей, притчи царя Соломона, мы изучаем его великую мудрость, мудрость Торы. Хорошо, и мы дошли до отрывка номер, отрывок номер, значит, 14, по-моему, да, мы закончили в тот раз, сердце, да-да, 14 отрывок, 15 главы, значит, 14 отрывок звучит так, Лев на вон и вакэ ждат, у пикселим и ре и велет, значит, как мы уже знаем, люди делятся на конкретные категории, то есть в этом мире все очень структурировано, есть черные, есть белые, есть мужчины, есть женщины, есть желтые, есть красные, ну, то есть, все в этом мире как бы структурировано, и есть вещи, которые смешиваются, есть вещи, которые не смешиваются, бывает, что переходят состояние из одного в другое, да, значит, есть главное различие, есть цадики, цадики это праведники, и есть злодеи, значит, решай им, это как бы главное деление намерения, куда ты двигаешься, значит, цадик, он двигается в сторону, выполняет приказ Бога и делает то, что Бог сказал добром, он делает, то, что Бог сказал злом, он не делает. Злодей, он наоборот, он делает зло, то, что Бог назвал злом, он делает, то, что Бог назвал добром, не делает. Это главное деление. Теперь второе деление есть у нас хахам. Хахам – это тот, кто мудрец, мудрец переводится, это тот, кто знает, что Бог назвал добром, что Бог назвал злом. То есть, Нужно узнать, потому что можно придумывать, сказать, а, наверное, Бог так сказал, наверное, Бог так сказал. Мудрец, он изучает действительно, что Бог назвал добром, что надо делать, что не надо делать. Это называется хохам. И это знание мы могли получить только от пророков. Не может человек это знание выдумать, сконструировать. То есть хохма, вот это, да, божественная мудрость, она пришла к нам через пророков. Люди, которые были присоединены к Богу, и они это знание получили от Бога. Дальше, есть такое понятие, как навон. Навон, это переводится слово бина, это логика. Логика это умение делать причинно-следственные связи, то есть понимать вещь из вещи. Это значит, что? А это значит, что? А если так, то так? А если так, то так? Это называется логика. Логика это исследование прямо причинно-следственных связей и создание не этих цепочек. Теперь и есть даат. Даат это познание. То есть каждый из нас живет в некой модели мира. Вот абсолютно каждый из нас, все, кто сейчас меня слушает, каждый живет в своей модели мира. И модели мира каждого человека, они отличаются от модели мира другого человека. Почему? Каждый верит в какие-то правила, у каждого есть свой уникальный жизненный опыт, у каждого есть свои личные намерения, у каждого свое какое-то эмоциональное состояние и так далее. И каждый человек в данный момент находится в некой модели мира, которую он создал, которую он сам создал. Это называется даат, познание. Теперь 14 отрывок, теперь нам станет понятнее. Значит, Лев Навон, сердце логичное, вот такое, которое есть люди, которые вот они хотят понять, оно ищет познание, оно хочет разобраться вот в этой модели мира и оно, именно сердце вот это логичное, оно мыслит рационально. Хочется понять, почему так, а почему так, а если так, а если так. То есть, человек логичный, он все время ищет познание, он хочет понять, как оно все работает. Это намерение человека логичного. Упи ксилим, рот ксилим, ире и велит. Значит, тут есть еще два понятия, про которых надо помнить. Значит, да, всем шалом, кто сейчас зашел только. Значит, ксиль это грешник по вожделению. Что значит грешник по вожделению? Он знает, что Бог сказал, это добро, это зло, это делай, это не делай. Но ксиль, он очень эмоциональный. Он говорит, ну я знаю, что это правильно делать зарядку. Ну я знаю, что это неправильно там есть какую-то запрещенную еду, да. Ну я не могу, я хочу. Я человек ленивый и эмоциональный. И я буду делать то, что я хочу. Так говорит ксиль, грешник по вожделению. Теперь есть еще грешник, который называется Ивэль. Ивэль это грешник-скептик. Грешник-скептик, он не такой, как Ивэль. Он тоже разумный, рациональный. Только вся его рациональность, она скептическая рациональность. Он говорит, а кто сказал вообще, что это добро, это зло? А кто сказал, что это Бог, а не не Бог? И он просто из-за вот этого свойства своего ума, стептицизм, он разрушает божественную концепцию добра, зла, мира, тора и заповеди. И он такой грешник-скептик. То есть он говорит, ну не верю я. Вот я и коммунистам не верил, и Брежнему не верил, и этим не верю, и тем не верю. И я никому не верю. Это грешник-скептик. А кому ты веришь? Себе верю. Ну все-то да. Ты себя сделал Богом в своем мире. И это называется тоже идолопоклонство. Поэтому грешник-скептик, он именно грешник. Хотя казалось бы, он просто стептик, но он отрицает, отрицая божественную систему управления миром, он вместо нее ставит свою систему. Все, значит он поклоняется себе. Так теперь смотрите, в чем разница. Вот здесь в 14-м отрывке написано так. Сердце человека логичного и разумного, он ищет познание, он хочет понять, он хочет разобраться. Вот как мы с вами, мы хотим разобраться, значит можно назвать, что мы разумные люди, которые хотят понять, как устроен мир. А род Ксилим, Ксиль это грешник по вожделению, он ищет сомнения, чтобы оправдать свое, разрешить себе делать то, что он хочет делать. То есть он верит в Бога, он все, но ему так приятно было бы чуть-чуть посомневаться, ему так приятно было бы взять вот эту идеологию вот этих стептиков. То есть тогда ему легче будет грешить. Но есть такой известный анекдот, как двое встречаются и один другому говорит, он говорит вообще, сегодня же пост, ну нельзя есть, нельзя пить. Когда же этот уже пост закончится, уже прям не могу, хочу спокойно поесть, попить. Второй ему говорит, слушай, я не знал, что ты пост держишь, что ты не ешь, не пьешь, ты что, с какого времени ты начал посты держать? Он говорит, да не, я пост не держу, я и ем и пью, но вот я сейчас так неспокойно, хочу уже, чтобы он закончился, чтобы я спокойно поел и попил, да? Так это как раз вот это свойство грешника, грешника по вожделению. То есть он знает, что это правильно, он даже переживает, но не может с собой справиться. Ему выгодна идеология, идеология вот этих вот стептиков, которые ищут доводы, чтобы все отрицать. Понятно, да, идея? Хорошо, теперь дальше, пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он нас переводит в эмоциональную сферу, которая в принципе, эмоциональная сфера это следствие мышления. То есть у каждого из нас есть внутри некий эмоциональное состояние, которое для человека является основным в жизни, потому что основа того, как живет человек, хорошо, плохо и так далее. Все это находится в его эмоциональной сфере. Теперь, значит, пятнадцатый отрывок нам говорит царь Соломон, следующая вещь. Вот тут непонятно, что здесь причина, а что следствие. Вот есть бедный человек, бедный человек, у него нет денег. Да, обычно мы привыкли думать, что бедный это тот, у кого нет денег. Но Тора нам говорит, чуть-чуть другое дает определение. Есть, мы учили в Пертьевод, такая Мишна, кто богатый? Мия Шир спрашивает, по-моему, Бен Зама, это четвертая глава Пертьевод. И он спрашивает такой вопрос, кто богатый? И он же отвечает на этот вопрос, а самех Бехелко. То есть, по Торе богатый это тот, кто рад своему уделу. То есть, это не тот, у кого много денег, много это же такое слово непонятное, для кого-то миллион много, для кого-то миллиард много. По Торе богатый это тот, кто рад своему уделу, тот, кому достаточно того, что у него есть. А бедный это тот, кому недостаточно. И там же в Пертьявот мы учили тоже есть такая мишна, что, значит, кина – зависть, таава – вожделение, ве – кавот – стремление к почету, мацимы таала адам минаулам – человека вытаскивают из мира. Что получается? Значит, когда царь Самон говорит, что все дни бедного плохие, имеется в виду бедный тот, которому не хватает. Есть такие люди, которым вот им все время не хватает, они завидуют, страшно, даже у них есть много, но у них же всегда меньше, чем у кого-то. И они очень переживают, что у них меньше, чем у кого-то, меньше почета, меньше денег, не там посадили, не так сказали. И когда у человека есть вот это внутри состояние недостачи, он бедный, ему все время вот не додали, знаете как? Есть известная история, как Рабинович нашел на улице бумажник, полный денег, пересчитал и говорит, вот, блин, опять не хватает. Вот опять не хватает. Но почему вот всегда не хватает, да? Понятно. То есть, когда бедный – это некое состояние, когда тебе всегда не хватает, мало не додали. И у такого человека, если он так себя чувствует, то его все дни, независимо от того, что вокруг происходит, у него все дни будут плохими, да? Говорит нам царь Соломон. Вы то, в лев, тот, у кого хорошо на сердце, доброе сердце, у того миште тамид, у того пир всегда. Здесь я вспоминаю, есть сказка такая, Рабин Ахман из Бреслова, у него есть сказка об умнике и простоте. Как было два друга, и они вместе выросли, и один из них был простак такой вообще, вот он стал сапожником, и он еле-еле делал эти сапоги. А второй, он умник, и он уехал вначале в Варшаву, потом по всему миру, стал ювелиром, стал врачом. И вот этот умник, он всегда был недоволен. Он все время, он настолько был умный и настолько был прямо профессионал, что он, что бы он ни сделал, он видел недостатки. И он все время был недовольный, он не мог найти ни с кем общаться, ни на ком жениться, никто его может оценить и так далее. И он из-за этого страшно мучился. А этот простак, он стал сапожником, женился. И там я просто вспомнил, это очень хорошая иллюстрация на этот отрывок. Он, у них было, они очень бедно жили, но он, жене он очень много шутил. Он жене говорит, дай мне жена борща, она ему дает воды. Он, о какой вкусный борщ, а дай мне вина, она ему опять воды, он, о какое вкусное вино. А дай мне, говорит, гуся, она ему дает хлеба кусок, он, вот это гусь какой вкусный, да, у нас есть. И он все время шутил, был все время веселый. А она ему говорит, слушай, что ты все время такой веселый, ему жена говорит. Ты же смотри, как ты мало зарабатываешь относительно других. А он говорит, а что должен смотреть относительно других? Мне какая разница, как они, я же не знаю, как они живут. Я знаю, что я там две копеечки заработал, воды купил, хлеба купил, мне отлично. А как они живут, меня вообще не интересует. У них своя жизнь, у меня своя жизнь, мне Бог свое дает, им свое дает. И вот этот вот веселый человек, потом он каким-то образом, он познакомился там с кем-то, с царем. Царь видит, что он честный, веселый, сделал его там своим вначале министром, премьер-министром там и так далее. И он вот этот простой, веселый человек, он все время рос, и у него было всегда вокруг пир, как будто бы пир. То есть пир это когда у тебя много всего и ты готов делиться. Вот такой пятнадцатый отрывок. Все дни бедного плохи, коли мы они раим. То есть тот, кто бедный духовно, у него, значит, все дни будут плохие. И даже если у него будет что-то радостное, он найдет, как это радостно испортить. Вы то влево, тот, у кого доброе сердце, хорошее сердце, у него миштетамид, у него всегда пир, то есть у него всегда избыток, он всегда готов делиться. Вода для него, расти вкус, хлеб для него, расти вкус. Как я учился в Искаке Зильбера, Зехраносадих Левраха, так он хлеб макал в пепси-колу, так вот пробовал и говорит, это райский вкус, это, говорит, просто рай, Ган-Эден он это называл, Ган-Эден. Вот он это слово очень часто, он говорил, что рай, потому что вот как раз у него было доброе сердце, миштетамид, всегда это был у него пир. Дальше, шестнадцатый отрывок продолжает эту же мысль и говорит нам царь Соломон. Тов меат беират ашем. Он говорит, лучше немного и с трепетом перед небесами. меоцер рав у меумабо, чем большое сокровище и при нем тревога. Значит, опять же продолжается та же мысль. Вот живет человек, у него есть внутреннее состояние, то, что мы говорили, модель мира. Модель мира это то, как он считает, как оно должно быть, как оно работает, что такое хорошо, что такое плохо. У каждого есть свои какие-то в этой модели мира желания и стремления. Один хочет одно, другой хочет другое, третий хочет третьего. И у каждого, абсолютно у каждого окружающий мир, он очень неожиданно себя ведет. То есть люди вокруг ведут себя полностью неожиданно, каждый на своей волне. Особенно они почему-то сопротивляются, когда ты их пытаешься заставить вести так, как ты хочешь, да, окружающих. Ты им говоришь, ну послушайте, я лучше знаю, как вы должны себя вести, чем вы. И ты начинаешь им рассказывать, ты делай то, ты делай то, ты делай то. А они, значит, все ведут себя кто в лес, кто под рова, кто куда. И у каждого человека так, то есть у каждого человека вокруг есть мир, он не вписывается в его ожидания, как он должен себя вести. Теперь говорит нам царь Соломон, то в меат бейрат ашем. То есть главное, когда у тебя есть ират ашем, трепет перед небесами, когда ты, когда ты, трепет перед небесами, это включенная постоянная связь с Богом. То есть ты понимаешь, что весь этот мир, вся эта реальность, это проявление Бога. И в этот момент, когда ты даже немного, которое тебе Бог дал, и оно твое, оно тебе доставляет радость. И ты не боишься это потерять, потому что ты знаешь всегда, что даст Бог день, даст Бог пищу. Он обо мне заботился до сейчас, он обо мне позаботится и потом. Есть второй способ жизни, когда человек, он думает, что ему безопасность дадут какие-то большие там сокровища, деньги и так далее. Но он не знал, он же не учил обычно в Пертеевод. В Пертеевод написано, что марбе не хасим, умножаешь имущество, марбе да ага, умножаешь заботу. И он забыл это, наверное, или не знал, и люди стремятся к большим сокровищам, забывая, что потом начинают эти сокровища, начинают ими же управлять. И говорит нам царь Саамон, подумайте, подумайте, где здесь главное, а где второстепенное. И в 15-м отрывке он сказал, что главное это, чтобы у тебя было на сердце весело, и это является причиной того, что вокруг будет все хорошо, будет миштетамид. А в 16-м отрывке он нам говорит, что главное, как достигнуть вот этого состояния радости, это первое, присоединиться к Богу и ценить то, что он тебе дает. И тогда у тебя будет тоф, меат, хорошо немного, и у тебя есть ират, ашем, трепет перед Богом, ты понимаешь, откуда это пришло. Мео цир, арав, когда есть у людей много, но у них при этом тревога, а вдруг я потеряю, а как это сохранить, а что будет со мной завтра, а если не получится, и так далее. И сам царь Шломо, вот как раз он, царь Шломо в Каэлите, мы изучали Каэлит, это его глобальная такая жизненная идеология, он говорил, что И последний, 17-й отрывок мы сегодня изучаем, 17-й отрывок, он как раз закрывает эту тему. Тему он закрывает, что такое хорошо на сердце, что такое плохо на сердце, как строить свою жизнь. Значит, тоф, арухат, ярок, ваавашам. Здесь царь Саамон, он нам дает такой вегетарианский совет, он говорит так, хорошо, арухат, ярок, хорошо, трапеза зелени и зелени, ваавашам, и там любовь. То есть, вообще считалось, ну, зелень, самая крутая еда в то время, это было мясо. То есть, мясо не так, как сейчас, их выращивают там конвертным методом тогда, этого быка его выращивали, потом его там на праздник убивали и съедали. То есть, это было мясо поесть, это было вообще, только по праздникам ели мясо. И только богатые ели мясо. То есть, у бедных не было возможности кушать мясо, они питались только овощами, хлебом, а богатые ели мясо. И бедные на празднике тоже ели мясо, потому что считалось, что вот в Иерусалим нужно было собирать деньги, был такой массер шини, один год его отдавали бедным, один год его меняли на деньги, потом приходили в Иерусалим, и там устраивали пиры, трапезы. Значит, было прям такое, как, это потория, это обычае, не обычае, это как закон такой, что нужно было приходить на праздники, было шалош-регалим, три праздника, Песок, Сукот и Шавот. И нужно было приходить, приносить благодарственные жертвы, приглашать как можно больше народа, чтобы этого быка съесть в течение дня или двух дней. Нужно было съесть огромного быка и все время рассказывать, за что ты богу благодарен. И собирались большие, в Иерусалиме постоянно были пиры такие, да. И вот говорит нам царь Соломон, что в 17 отрывке, то в Арухатьярок лучше простая трапеза с зелени поесть какой-то, а вы о вашем, но с любовью. Чтобы было с любовью в сердце, в хорошем состоянии, мишор авус, чем откормленный бык в Исинабо, и при нем ненависть. То есть, опять же, казалось бы, еда, но еда это нечто уже понятное, да, то есть понятно, что вот эта вот еда вкусная, а эта еда невкусная, эта еда дешевая, эта еда дорогая. Но царь Соломон нам говорит, нет, говорит, даже, казалось бы, объективная еда, она меняет свой вкус в зависимости от того, в каком ты находишься эмоциональном состоянии. И если тебе на сердце хорошо, вот то, что как раз соединяется, это теперь с 15 отрывком, что, с 15 отрывком, что Коля Мэй Анираим, как все дни бедного, того, кому не хватает плохие, вы то влево, тот, кому хорошо на сердце, у него миште, у него пир всегда. И в 17 отрывке говорится, что лучше трапеза из зелени и при ней любовь, то есть, когда ты поел просто салатик, но тебе весело, приятно, люди вокруг приятные, все, у тебя любовь за этой трапезой, то это лучше, чем откормленный бык, а вокруг ненависть, обиды, недомолвки и так далее. Вот такой вот сегодня мы изучили момент, что первично, что вторично. Обычно у людей, они выдумывают себе цели для того, чтобы почувствовать хорошие эмоции, но все то время, пока они свои цели не достигли, они находятся в тревоге, в страхе и в некоторой даже кина, вот эти, кина это зависть, вожделение и стремление к почету, и они настолько тренируют свою эмоциональную сферу быть недовольными и жить в недостатке, что потом у них все дни плохие, даже когда они достигают цели, они все равно не радуются. Поэтому здесь очень важно правильно поставить цель и правильная цель это, чтобы на сердце всегда было добро, хорошо и внешнее, оно не должно определять состояние, а наоборот, внутреннее состояние, оно должно быть всегда, всегда вот таким наполненным. А откуда это берется? Трепет перед Богом. Когда ты знаешь, что Бог всегда, Он за всем следит, Он тебя любит, Он знает точно, что тебе дать, что тебе не дать, тебе тогда легко понять, что у каждого свой удел в этом мире и надо радоваться своему уделу. Все, всем удачи, успехов и хорошего прекрасного дня, избытка во всем, чтобы была браха, браха это развитие такое и благословение во всех хороших делах. Все, всем пока, удачи, успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.